Продолжаем выпуск. В Карганзинской области в магазине техники выдали кредит психически больному человеку. Родственники узнали об этом только спустя полгода и уже от коллекторов. Кто организовал аферу, проверяют ли банки, кому выдают займы и что теперь делать, выясняла Людмила Батюшкина. Геннадию Базнякову 27 лет. Всю свою сознательную жизнь он состоит на учете у психиатров. Месяц назад он получил требование от коллекторов погасить кредит, о существовании которого семья и не подозревала. Оказалось, еще в марте знакомый отвел его в магазин в городе Абай, купил телефон и оформил на него кредит в 180 тысяч. Гена не умеет ни писать, ни читать, только поставить две буквы в качестве росписи. Четыре дня мама и сестра обивали пороги полиции, но заявления у них принимать отказывались. Они нас отправляли в суд писать как частным лицам, а не дееспособности. А чтобы как мошенничество не было, вы признаете его недееспособным, кредит аннулирует. Представители банка, которые работают прямо в магазине, ответили, что при выдаче кредита не требуется ни справка от психиатра, ни от нарколога, ни о судимости. Психиатры подтверждают, в последнее время подобные случаи с их пациентами участились. По словам правозащитников, у банков нет доступа к базам данных, составляющим врачебную тайну. Если клиент окажется недееспособным, это риск самого банка. Даже если его еще не признали недееспособным, но он состоит на учете и постоянно находится в психическом расстройстве, то согласно статье 159 пункта 5 Гражданского кодекса, такая сделка судом также может быть признана недействительной по иску опекуна, представителя его и так далее. Сейчас Людмила оформляет через суд опекунство над братом. Раньше, признается, и надобности такой не возникало. Заявление в полицию удалось подать только после жалобы в прокуратуру. Родственники Геннадия требуют наказания не только для соседа, но и для менеджеров магазина и банка. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.